Приветствую вас, геймеры. Это канал Alex and Play. И после моего долгого отсутствия мы возвращаемся в работу, будем снимать видео и проходить стратегии. Только теперь мы будем проходить компьютерные стратегии. У меня появился компьютер. Я очень долго уже не снимал. 2019 год для нас не очень успешно для меня был. Поэтому я надеюсь, что 2020 год будет для нас успешным. Для нашего канала. А так, мы сейчас начнем проходить игру Херцфарен 4. Проходить мы ее будем много раз. Потому что эта игра не для одного прохождения, а для нескольких. Будем играть в Кайзерейхе Херцфарен 4. День Победы 4. Называйте как угодно. Будем играть за Российскую Республику. А дальше уже посмотрим. Будет Российская Империя, либо Российская Республика будет дальше. Вот. Ну что ж, погнали. Что мы смотрим? Как мы видим вообще карту? Я вам расскажу кратко, что вообще означает. Почему вообще вот так вот все в этом мире происходит. Во-первых, эта игра не историческая. Это альтернативная история. Мод с историей мало каких сходств. Поэтому мы будем, естественно, я вам расскажу все. Ну что ж, получилось. Что вообще тут кого? Германия тут победила в Первой мировой войне. В России случилась революция. Все верно, революция случилась, но победили белые. При поддержке Германской империи. После того, как они заключили немцы мир сантантный. Сантанты. Они все-таки смогли победить Францию и Британия сдалась. И во Франции случилась все-таки революция потом. И в итоге там прошли социалисты. Либо как тут синдикалисты, но это тоже коммунисты. Вот. Потом тут развалилась Италия. На королевство обеих Сицилии. На Сардинию. На Папскую область. На просто Итальянскую республику. И на, получается, социалистическую Италию. В общем, тут интернационал. Это французская коммуна, Британский союз и Итальянская социалистическая республика. Все французская республика, все республиканцы, все генералы, которые не приняли, и граждане, которые не приняли революцию во Франции, все бежали в Африку. Ну, в Алжир. Получается, в колонии Франции. И создали эту французскую республику, где правит Филипп Петен, маршал Французской республики. Вот. Австро-Венгрия все-таки развалилась, но Австрийская империя владеется марионетками королевства Венгрии, богеми, голицы, лодомерии, иллирии. Вот. Ну, и еще Итальянская республика, это тоже их марионетка. Тут в Швейцарской конфедерации швейцарцы забрали Савою, северную, верхнюю Савою. Вот. Поэтому такой вот интересный мод. А тут все вот эти вот... Королевство Польши, Литва, Балтийская Герцарка, Белоруссия и Королевство Украины, это те марионетки Германской империи, которые она создала. В Финляндии пока не находится в Рейхспакте. Вот. Ну и в итоге мы будем играть за Российскую Республику. Давайте посмотрим пользовательские правила. Тут мы ничего усиливать не будем. Только, ну, может, сделаем... С Украиной ничего делать не будем. С Финляндии давайте сделаем там движение Лапуа. Чтоб они не вступили в Рейхспакт. Может, это точно наши земли. Вот. Только это мы сделаем. Такой чит, можно сказать. Но это же мод, поэтому тут можно играть с небольшими своими правилами. Вот. Ну, давайте стартуем, не будем долго болтать. Вот. Вот сейчас мы загрузимся. Добро пожаловать, да. Что? Нами правит Александр Керемский, социал-либералы СССР. Вот. Что? Ну, дивизий, в принципе, у нас много. Дивизий очень много. Они по всей тут нашей территории. Российской. Вот. И что еще история России? Давайте дальше вам еще расскажу. Что тут случилось? Короче. Как бы сейчас территория выглядит, как и в современной России. Но здесь немножко по-другому. Потому что, видите, Дон-Кубанский союз, Кубань. А тут Петр Краснов. Это тоже, как бы, белые, но они решили создать свое казачье государство на Дону. Вот. Потом, что еще, какие белые разделились? Трансамур. Это пока японская шавка. Александр Колчак. Правит он самуром и Владивостоком. Всем вот этим приморьем. Вот. Потом еще есть Монголия. Тоже белый Роман фон Унгерн. Вот. Можете... А, тут на английском. Ну, кому интересно, поставите на паузу, прочитайте. Кратко я скажу. Это просто был такой воин, получается, белой армии. Но он решил... Пришел в Монголию и создал там... Решил создать свою Монголию. Белую Монголию. Вот. Что еще потом? Алашская автономия. Туркестанский ганат. Тоже вышли из России. Когда была гражданка. Ну и Финляндия тут Карелию как бы больше стала. Только Карелию забрал себе. Ну и будем, скорее всего, возвращать все вот эти земли, потерянные. За Российскую Республику. Вот. Давайте начинать играть тогда. Смотрите. Выберем музыку. Сейчас потише надо сделать. Вот. Что мы... Давайте будем исследовать... Эээ... Исследовать. Максим Токарев. Эээ... То есть... Пехотное снаряжение. Вот. Потом исследуем электронику и машины. Строение. Лампочку. И базовые станки. Нам поможет. Потом заводы. То есть фабрики. Давайте построим фабрики. У нас здесь. Фабрики. Извиняюсь за тот писк. Это я случайно нажал. Вот так. Склад. Заводы построим здесь. В центре будем все строить. Вот. Потом что у нас не производится? У нас... Мы можем увеличить производство дополнительного оснащения. Потом есть верфи. Можем построить пока конвойчики построим нашего флота. Надо будет все равно восстановить наш флот. Хотя у нас есть флот. 34 корабля. Неплохо. А, в Балтийском... Балтийский флот. У нас. Тут 18 кораблей в Барынцевом море. И... Еще 9 кораблей... В Охотске. В Охотском море. Вот. Но все равно нам придется возвращать эти земли. У Трансамура. Что это наши родные земли. Вот. Сколько у них кораблей? У них 21-23 корабль. Тоже неплохо. Если в наш... Государь в страну войдет. Вот. Что еще? Что? Недостатки ресурсов. Резины не хватает. Будем германской Остазии покупать. Дивизии чуть позже расставим. Давайте. Время запускаем. Вот. Давайте почитаем. Ивент. Тяжелая история. После Октябрьской... Ой, забыл поставить. Еще убили Керенского у нас. Вот. Давайте. Тяжелая история. После Октябрьской революции антибольшевистские силы объединились на обломках бывшей Российской империи. Что провело к массовому восстанию против Советской Республики в Сибири, Донской и Кубанских степях. В середине 18-го года белые добились значительных успехов, но все же не могли победить хорошо оснащенную Красную Армию, которая все еще контролировала российские промышленные зоны и транспортные узлы. Все изменилось, когда германская импера, опасаясь победы опасной идеологии, помешалась на стороне белых в обмен на признание имя Брест-Литовска. Вот. Почему вот эти земли не входят сейчас в Россию. К сентябру 1920 года как Москва, так и Петроград были заняты белыми войсками. И в бывшей имперской столице была приглашена новая Российская Республика. В течение последних 15 лет ведущие политические партии СССР и Кадет состояли в непрочной коалиции под управлением Керенского, которого сейчас убили, сохраняя свою власть посредством подстасовки выборов и отсутствия серьезной политической оппозиции. Сегодня Россия становится все более нестабильной, а поддержка других политических сил все выше. Они считают, что настало время перемен, так что у страны еще есть шанс вернуть свою власть в мире. Да здравствует Россия, единая и неделимая. Вот. Теперь нами правит Сенат после убийства Керенского. Блин, забыл прочитать убийство Керенского ивента. Вот. Рабочая запастовка. Но отправлять армию точно не надо, забудьте о них, это тоже глупо. Поэтому мы выполним их требования. Так. Российская Конституция 1918 года. Подписанная. В 1918 году, примерно через год после отручения Николая II, Конституция определяет основные политические институты нашей страны. Законодательный власть представлена Государственной Думой, избираемой каждые пять лет из Сената, состоящим из верхов, аристократии, фабрикантов и ученых. Исполнительный власть разделена между кабинетом министров и президентом, который избирается с Сенатом каждые шесть лет. Конституция гарантирует свободу и стабильность. Вот. Последствия убийцы Керенского. Мы можем выбрать левых меньшевиков, барон Врангель, Корнилов и его офицеры захватывают, и Сенат избирает великого князя Дмитрия Романа, но он президент. Но мы, давайте пойдем, все-таки барон Врангель объявляет военное положение и распускает Думу. Потому что, все-таки, Врангель военный, генерал, белый, и он сможет восстановить, и тем более, он монархист, он потом восстановит монархию. Мы, наверное, все-таки это сделаем, не самого его сделаем, а все-таки царем, да? Все-таки пойдем более исторический путь. Вот. Поэтому объявляет военное положение и распускает Думу. Вот так. Дальше. Что? Мы запускаем время. Вот. Петр Врангель. Российскую экономику я уж не буду тут зачитывать. Вы зачитайте на паузе, то, что много читать. Вот. Ну, а лошадская автономия области объявила независимость. Вот видите. Так она марионеткой была, а так независимая. Вот. Ну, давайте дивизии. Вот, смотрите. Ну, я буду здесь показывать вам, как дивизии, потому что это первая такая стратегия на нашем канале, поэтому я вам буду показывать все. Так. Давайте. 7 дивизий сюда. 16 дивизий сюда. И еще несколько дивизий. Одно еще осталось. Тут мы выберем всех и посадим сюда пока ну, капель и давайте. Владимир, капель и мы, наверное, отправим на восток. Только вот эти дивизии нам надо забрать тоже. 16. Еще. Все, 24. Собрали дивизии. Так. Сюда мы поставим Михаила Квитенского. Так. И тогда ему дадим тоже план сидеть вот здесь. На границе с японскими шавками. Вот. Все. Эти дивизии прикреплены. Эти дивизии берем. Потому что сейчас будем прикреплять. Эти дивизии мы берем. И вот эти три дивизии. А, блин, тупо посчитал. Ладно. Так. Берем эти дивизии. И посадим сюда, наверное, Левитова Михаила. Так. Эти уже дивизии есть. Все. Значит, берем под Воронежем дивизии. Вариле 24. Сюда мы назначим Дроздовского. Михаила Варзовского. Эти дивизии возьмем тоже. И сюда посадим. Только часть дивизии нам надо будет убрать сейчас. где еще у нас дивизии остались. Возьмем еще несколько дивизий. 8 тут будет штук. Вот. Так. Извините там за звонок. За звонок на заднем плане. Извините, пожалуйста. Сейчас возьмут на эту трубку. Я же не один все-таки живу. Поэтому тут получается такой звук. А, ну звонки по телефону. Вот. Извиняюсь. Так. Ну Михаила сюда еще одна. То есть Митрофана не с с с м Сами прочитайте. С Ники. Вот. Потом мы давайте создадим все-таки армию. Все дивизии не прикрепленные. Сюда давайте. красную армию. Вот. И а не давайте черного. Такой у нас черный барон. Все. Черный барон будет в черной армии командовать. Барон Врангель. Петр Врангель. Давайте выйти в команду. Ну запускаем время. Вот. Маршал Врангель обратился к народу. Маршал Врангель обратился к народу несколько дней спустя и после выхода к власти. Человек благородного происхождения барон Врангель сделает все, чтобы сохранить Россию, даже если ему придется забыть о его давней мечте реставрации монархии Романов. В своей широко опубликованной речи он заявил перед народом, что сделает все для сохранения порядка, даже если ему придется пойти на сделку с правом радикалами. Черный Барон сохранит Мазушку Россию. Просто базовая стабильность и плюс четыре это неплохо. Сейчас стабильность будет уходить в минус постоянно. Борис Штюрмер умер, ну, что же сделать. Тоталевская Харти, вот, но это уже нас не интересует, это другой мир. Вот, назначение премьер-министра. Дума распущена, объявлено военное положение, маршал Петр Врангель теперь номинально контролирует страну, новый режим должен назначить премьер-министра для расширения своей поддержки в правительство. Ну, тут я не знаю, либо патриарха Кирилла, но тут эффективность увеличения ресурсов производства, поэтому мы все-таки Владимир Порошкевич будет назначен министром. Эдвард Восьмой коронул королем Британии, но не Британии, а всеми, потому что британские лоялисты бежали в Канаду, и тут доминион Канады как бы правит Эдвард Восьмой теперь, после Георга Пятого смерти. Вот. Ну, продолжаем, скоро кризис начнется у Германской империи, и будет не очень хорошо. Рабочая забастовка, ну, выполните их требования, естественно. Нам не нужна нестабильность. Фу, придется затянуть пояса, придется Германии выплачивать репарации. Обидно. Но придется потерпеть. Вот видите, сейчас будет минус стабильность, всеобщая забастовка, социалисты нам будут сейчас мешать. Так. Вот, переговоры с бастой. Софи теперь говорим, но стабильность нет минус. Конечно, мы придем к честному договору. Ипатого ситуация во Франции. Ну, нам это не интересно пока. Австрийская империя что-то тут заявляет. А, наверное, свой какой-то будет сейчас сделать объединение в своей империи. Завод вернулся к работе, это правоскопно. Организация внутренней полиции, это тоже хорошая идея. Сейчас пойдем возродим охранку. охраняйте наше государство от всяких социалистов большевиков. Они нам не нужны. Мы белую Россию установим. Так, ну тут всякие китайцы воют. Ну да, дополнение вообще сделано на Китай. Но за Китаем пока играть не будем. Поиграем за Российскую Республику все-таки. Черный понедельник удара по России. Прошло почти три недели с момента обвала Берлинской биржи, который ввел Германию в затяжный экономический кризис. Его отголоски достигли и нашу страну. Немецкие ну то, что от Германии мы зависим. Немецкие чешские компании обанкротились или задерживают зарплату. Рубль риск упал в цене, объемы экспорта сократились. Будем надеяться, что правитель спасет нас от худшего. Да. О, да. Ад просто начинается. Кризис адский. И у нас нехватка фабрик. Нефть надо по-новому. Давайте в голландскую с... Ааа. Ну, мы сейчас не можем, да. С ресурсами будет проблема. Ну, вот уже 1 марта под 6-го года был. Галубь получает контроль над Эквадором, но это фигня. Угу, в Австролазию вернулось. Демократия. Австролазийская федерация. Вот это интересно. Объединились с Новой Зеландией. Прикольно. Это прикольная новость. Карпатские маневры. это румыны. Тут что-то буду сделать. Смерть пьед 11-го. Ну, ужасно, конечно, что он умер. Так, что мы на решение? Усилить контроль, но давайте полицейскому. Нет, сначала усилим контроль. электроника изучилась. Ну, давайте строительство. Первый интернациональный конгресс. это всякие коммунисты лучше собираться миром. Пока все вроде спокойно. Ну и пи 12-й избран новым папой. Удачи ваше святейшество. Удачи, да, на даче. Сейчас мы недолго будем играть. Это долгая серия все-таки будет первая, но что ж поделать-то. Взродили охранку. Сейчас ну, хотя бы что-нибудь странно доведем до какого-то состояния все-таки хорош. Так, все, мы не можем еще купить, да? Да, мы не можем еще заказать резину. Артур Хорнер избран председателем Брунтанского конгресса. Удачи. Вот, нас изучилось. Ну, давайте концентрированную помышленность, это очень важно, и синтетическое топливо. Все-таки пойдем. Вот. Пока ничего интересного не происходит. О, потребности бастующих удовлетворены не будут влиять на нас. отлично. Потихоньку из кризиса будем выходить. Потому что стабильность вообще в жопе. Минус 30. О, Иранская империя. Интересно. Кстати, это правильное название, что Иранская империя, Персидская империя, это все Персия, это все продумали европейцы названием. Потом я оставлю вам ссылку на один ролик на канал Дмитра Вышивана, он там рассказал, почему это неправильно. Китайцы что-то заключили договоры. Сантьянская клика с Кумирским хамством. Что там этот колчак затевает? Пускай японский морской договор. Первая женская дивизия смерти. Ну конечно, женщины в армии чушь, вы чё. Конечно, женщины не будут служить в армии, это глупость. Вот, политические бомбежки. Ну, это имеется в виду, что убивают политических деятелей. Это не очень хорошо. Революция вся, интересно, интересно, интересно. и где? О, столицу. Вот, это интересно. Любая из исторических столиц России может стать обитель для нашего правительства. Что мы выберем? Ну, мы выберем, конечно, Петроград, Санкт-Петербург. Всегда был в столице, Петр I недаром открывал Балтийский, выход к Балтийскому морю. Поэтому, конечно, мы в Петроград перенесём столицу. Вот. Анарха Синдикалист победили в социалистической Италии. Неудивительно, на самом деле. Хотя, Пальмир и Тольятти, хотя, да, неудивительно. Вот. Ну, сейчас мы уже будем завершать, наверное, сервер. Максим Горкий умер. 68 это приличный ворус. Я вас уверяю. Да, да, да. Но он коммунист был, поэтому нам на него пофиг. Умер, так умер. Нам-то чего? Вот. Что мы можем? Мы можем. Ну, давайте сейчас посмотрим, что мы можем. ну, высшее военное командование, скорость дивизии, атака бронетанковой дивизии, оборонно-бронетанковой дивизии, противопехотная атака, это бронетранспорт и автотранспорт. Ну, возьмем, конечно. Он правит, и почему бы его не взять. Вот. Сейчас. Генерала убили у нас. Вот, зараза, какие. Ну, Николая Тимановского посадим. Получается, синтетическое топливо изучилось, ну, а мы, да, сейчас посмотрим, давайте радио исследуем. Потребности бастующих доли вылетворены. Не будет варять, но оно и отлично. Охранка делает свои плюсы. Выходим потихоньку с кризисом будем выходить. Пока ничего интересного в этой серии не происходит, такая водная, можно сказать, экшона никакого не будет. Все, уже лапу там, фашисты уже правят Финляндии. Национал-популисты. Ну, отлично, но их быстрее выходит. О, Волония вступила в Рейкспорт. Сейчас будет тут воевашка в Бельгии. Волония будет против Фландрии воевать. Посмотрим. Польско-Литовское Содружество? Что? Стоп. Блин, стоп. Нидерланды вступили в Рейкспорт. Неплохо. Польско-Литовское Содружество. Удивительным образом сложилось в выборе короля Польши. Никто не ожидал восстановления государств. забытой истории. Несмотря на давление со стороны Австрии, Германии, король Миндовг III, фон Урах и Литовский был избран новым королем Польши. И новая конституция объявляет создание польско-литовской речи Посполитой. Неизвестно, что принесет это объединение, но поляки явно настроены положительно. Никто не ожидал подобной выходки. И Пуч, но это неинтересно. Польша выбирает нового короля. И у нас речь Посполитая. Но она пока в Рейхспакте, но она, наверное, может и выйти. Неплохо. Нидерланды вступили в Рейхспакт. Давайте сейчас глянем. Вот. Ну да, Рейхспакт так и усиляется, но может Польша и выйдет. Но тем больше, если Польша выйдет, то это нас лучше. Ну вот, сейчас мы уже будем завершить серию. Реформа в армии. Ну давайте, реформа армии. Так, Врангель восстанавливает Россию. Мы сделаем серию. Реформа армии план Деникина. Это будет серия, называется Врангель начинает восстановление России. Все, спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх и знайте, самое интересное еще впереди, особенно в этой игре. Интересное еще будет впереди. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Thank you. Guys.